Сегодня я хотел бы поделиться словом, и так как у нас причастие, вспоминание смерти и страдания Иисуса Христа и голговской жертвы, которая была за наш грех, я сегодня решил снова коснуться темы греха, так как Бог положил на сердце, я верю, и я назвал свою тему так. Итак, что было бы, если бы Бог разрешил мой грех? Что было бы, если бы Бог разрешил мой грех? Я хочу сегодня предложить некоторое рассуждение об одной очень теме, волнующей многих христиан сегодня. И когда я начну говорить, многие поймут эту тему очень быстро. И эта тема, это то, что вы можете найти сегодня в жизни многих людей в церквях, которые, может быть, даже десятки лет провели в церкви. Это грех, который они никак не могут преодолеть. Иногда его называют запинающий грех. Я бы сказал, что это в некотором роде, это прозвучит, конечно, так, не совсем красиво, сурово и жестоко, но библейский, да? Это такой синдром вымытой свиньи. Есть в Библии такое выражение. Не судите строго меня за это определение. Это не с целью кого-то обидеть. Но второе послание Петра говорит 2, 19-22. Я вырываю немножко из контекста, потому что там достаточно длинная предыстория. Но Петр описывает людей и говорит, что эти люди, вот они дальше, он говорит, обещают им свободу. То есть, говоря кому-то, обещают свободу. Говорят о Христе, говорят о свободе, о правильных вещах, о хороших, правильных поступках. Но он констатирует факт. Будучи сами, рабы тления. И он дальше развивает эту мысль. Либо кто, кем побежден, тот тому и раб. Ибо если мы, извергнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше им не познать путь правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице, пёс возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идёт валяться в грязи. Слава Богу, что это написано в Писании. Потому что если бы я просто сказал, знаете, это как пёс возвращается на свою блевотину. Сразу бы сказать, пастор, это некрасиво так говорить. Блевотина, о чём ты вообще говоришь? Ну, хорошо, что это вот. Но, по крайней мере, это синодальный перевод. И я могу это повторять много раз, потому что это Слово Божье. Да, как бы. И в этом супер. Пёс возвращается на свою блевотину. Так говорит Библия. Хорошо, друзья. На самом деле, справедливости ради, я отмечу, конечно, в большей мере, Пётр имеет в виду здесь людей, которые сознательно оставили Христа, оставили церковь и пришли к прежней своей жизни. Это важно отметить. Я не говорю сейчас о том, о тех людях, которые стремятся жить святой жизнью, стараются, стремятся освещать свою жизнь. Но вот этот синдром вымытой свиньи иногда встречается в жизни достаточно большого количества людей. Может быть, не в той интенсивности, как здесь описывает Пётр. То есть это встречается не так, что прям человек убегает в грехи и в страшные походи. Но я знаю достаточно много людей, которые обнаруживают следующую вещь. Я живу правильной жизнью, и всё у меня хорошо. Но есть один грех, и очень глубокий. Он может быть достаточно маленьким, но он десятилетиями не оставляет мою жизнь. И мы как бы даже придумали определённую, ну мы говоря вообще в целом о церкви, придумали определённую концепцию, доктрину. Мы знаем, что есть запинающий грех, мы знаем, что это плохо, мы знаем, что с ним надо справляться. Но в принципе, в реальной жизни мы уже устали, мы ничего с этим не делаем. Сегодня я хочу этот момент коснуться. И особенно вот в практическом плане я обнаружил ещё одну вещь, связанную с этим запинающим грехом. Ко мне приходят люди с определённой целью. С целью душепопечения, беседы, молитвы. И очень большой процент в этом запроса – это запрос на освобождение демонических сил. И я тоже не боюсь об этом говорить, это говорит Библия, что Иисус изгонял бесов, и это часть служения церкви. И мы это делаем, потому что это часть Божьего Царства. Это правильно, это нормально. И я обнаружил следующую вещь. Есть определённый процент людей, которые никак не могут получить освобождение. Я понимаю, что эти люди, если вы с ними встретитесь, наверное, скажут – пастор слабоват, церковь слабовата, молитва не такая, не умеют, не знают, если бы был бы Иисус, наверное. И это их право. Я не сужу их за это. Я не из той категории людей, которые готовы сказать вам, что у вас нет веры, если вы не получаете исцеление, даже если это так. Так, возможно, это так или нет, но я не хочу перекладывать просто ответственность на вас, но Бог даёт вам ответственность за свою жизнь. И когда эти люди говорят, что, ну, наверное, пастор не такой, церковь не такая, что-то слабовато, я понимаю, что возможно. Но я обнаружил следующую вещь. Очень часто нечистый дух не хочет уходить из тела человека или из человека, из его жизни по этой самой причине. Ему есть за что держаться. Есть грех. И это не просто определённый сделанный момент или, как сказать, определённый поступок, одноразовое событие. Есть, назовём так, греховный корень, который побуждает человека в своей жизни иметь одну и ту же постоянную проблему. И именно это становится, называйте, как хотите, почвой, открытой дверью, возможностью. Но именно это позволяет нечистому духу держаться, а даже если его выгоняет, возвращаться снова, снова и снова. По этой причине или в этом контексте становится понятна идея, почему Пётр здесь, он не стесняется в выражениях. Почему он называет вот это, как бы такое возвращение, он сравнивает со свиньёй, которая идёт валяться в грязь. И это ещё лайт, потому что пёс и блевотина, это уже серьёзно, правда? Не всем нравится это, я чувствую, да? Но я бы ещё раз это повторил. Хорошо. Итак, друзья, вот мы даже порой встречаем ситуации, когда вот в практическом служении мы цитируем человеку Слово Божье, мы просим его исповедовать Слово Божье, отречься от чего-то, мы просим исповедовать свой грех. И знаете, что я обнаружил? Очевидное для меня становится по какой-то причине невозможным для другого. Как бы я правильно ему ни сказал. И вот здесь я пришёл к простому выводу. Слова не способны заменить собой действие и силу Святого Духа. Но сила Святого Духа никогда не пойдёт против воли человека. И по этой причине запинающий грех становится запинающим, когда он ограничивает человека от возможности изменения Словом Божьим и действием Святого Духа. И в этом есть много человеческой части. Знаете, есть одно местописание тоже, например, второе послание Петра 2,14, да? Это из той же категории, да? Только мы читали с 19 стиха. А вот есть, он опять же описывает таких людей, он говорит, «Глаза у них исполнили любострастия, непрестанного греха, они прельщают в неутверждённые души, сердце их приучено к любостяжанию». И дальше он констатирует факт. Это сыны проклятия. Это люди. Заметьте, он здесь говорит не о каких-то небожителях, не о ком-то ещё. Он говорит о людях таких же, как мы с вами. Только Пётр даёт им название. Он говорит, это сыны проклятия. Подождите, то есть какой-то человек на земле, знакомый даже с истиной Божьей, может попасть в категорию, которую можно обозначить сын проклятия. И мы здесь должны сделать для себя вывод. То, что мы слышим в церкви, слово Божие открывает нам. Это не просто какие-то игрушки. Это серьёзные духовные вещи, которые предопределяют жизни и судьбу людей. Он описывает здесь, «Глаза наполнили бы страсти непрестанного греха, они приличают в неурождённые души, сердце, приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия». Итак, мы двигаемся дальше. Мы можем сегодня, благодаря тому, что он открывает Слово Божье, водительство Святого Духа, рассмотреть, что происходит в сердце таких людей. Что является причиной, почему они не могут получить свободу от нечистого Духа, который продолжает мучать и разрушать их. Поэтому сегодня я предлагаю вам углубиться в эту тему. И первое, о чём мы поговорим, я покажу вам сейчас одно интересное место из книги пророка Амоса. И это удивительно, потому что на самом деле, когда вы слышите теорию о том, что есть греховные корни, корень, корень, мы как-то уже не придаём этому значения. Но Бог на этот счёт, или, ну, не на этот счёт, а вообще, Он видит эту ситуацию тоже по-своему. Мы сейчас посмотрим. Мы поговорим сейчас в первую очередь, что является, что мы можем понимать под этим греховным корнем. И мы поговорим про два понятия греховного корня и такого глубокого компромисса с грехом. Итак, первое место, которое я хочу, или следующее место, которое я хочу вам показать, это книга пророка Амоса, 2 глава, 9 стих. Или Амоса, я не знаю, пусть он меня простит, как правильно ударение на его фамилию, имя точнее. И я хочу прочитать вместе с вами, нам высветят, да? И он говорит, а я истребил, Бог говорит через него пророчески, перед лицом их Амарея. То есть он обозначает, говорит, там предыстория этого места такова, если вы будете читать дома, вы прочитаете. Но она такова, что Бог как бы упрекает Израиля, говорит, что вы, у вас князья исполнены там любострасти, у вас бедного продают за пару сандаль, у вас берут там взятки, вы пьете вино, которое там принесенное в жертву, распиваете его там под всякими деревьями, эльдерскими жертвами. У вас дошло до того, что и сын, и отец ходят к одной женщине. Бог обличает израильский народ за разные-разные мерзости. И дальше он говорит следующую вещь, он им показывает. У вас был враг Амарей, да, то есть народ определенный, который против вас восставал. И Бог говорит, я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. То есть он показывает, что вы имели врага в своей жизни, который по прочности был сравним с высоким деревом, как кедр или как дуб. Я хочу, чтобы мы научились углубляться в эти библейские аллегории, и это очень интересно. Потому что когда Бог обращается к Израилю, как человек, Он говорит. Он не говорит космическими категориями, Он говорит следующее. Представь, что ты, человек, стоишь пред высоким кедром. Что ты сделаешь с ним? Даже он имеет топор. Это будет очень сложно срубить. Срубить это. Это не наши маленькие деревья, но это деревья, которые в охвате человек даже не может охватить. Ливанские кедры, которые привозили для строительства. Или как дуб. Очень прочная порода древесины. И Бог, говоря про Амарея, говорит, ты имел врага, с которым ты никак не мог справиться. И я убрал этого врага для тебя. И Бог дает интересную глубокую мысль. Он говорит следующую вещь. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Я понимаю, что это место очень просто так аллегорично для нас, но я хочу, чтобы вы увидели здесь, что Бог не просто говорит, я убрал Амарея. Но Он как бы разделяет это на две части. Он говорит, я истребил то, что ты видишь, то, что тебе угрожало, то, что была видимая часть, плод его вверху, то, что ты видел, врагов, конницы, колесницы, солдат приходящих. Но я также истребил то, чего ты не видел. Я удалил или убрал из этого, от твоего, скажем, безопасности, я удалил все, что Амарей содержал как свою внутреннюю силу. А внутренняя сила народа заключалась в его богах и божествах, культах, поклонениях, демонизации и прочее-прочее. Потому что, когда мы считаем в Ветхом Завете, что там иные хвалятся конями, колесницами, а мы силой Господа. То есть мы уповаем на силу Господа. Мы уповаем на Господа. И это была очень важная идея для людей того времени, как, в принципе, и сейчас она актуальна. Потому что сила любого движения, она не просто в физических количествах людей, воинов, амуниции и так далее. Она во внутренней глубокой идее, дух, который за этим стоит. И вот это есть интересный момент. И Бог говорит, я удалил его корень и истребил его корни внизу. То есть, что это значит? Если бы он просто убрал этот кедр Амаре, видимо, его часть, то есть погибли солдаты, истребилась бы армия, но корень остался, он бы возрос снова. И вот таким образом я хочу, друзья, перейти к тому, что мы должны понимать с вами следующую вещь, на мой взгляд. В жизнь человека, ну, как правило, я обнаружил в детстве, приходит что-то, как событие, или цепочка событий, или культура воспитания в семье, или определенные обстоятельства, которые являются, называйте, как хотите, посевом, атакой, разрухой, чем угодно. Но из-за того, что мы, скажем, живем в глобальном грехопадении от Адама, грех имеет возможность проникнуть в нашу жизнь, чтобы стать ее частью. Это как если бы, кто строит дом, и вы заливаете фундамент, и кто-то ночью пришел, и в какую-то часть стены закопал куски пенопласта, много-много-много, ну, или в опалубку туда закидал, наложил этого пенопласта прям целую стену, целый промежуток. И вы приехали, утром ваши строители залили это все бетоном, и вы смотрите, хороший фундамент у меня. Я заложил качественный фундамент, и вы начинаете строить свой дом. По мере того, как вы строите, вы вкладываете силы в этом месте, где пенопласт, начинают появляться трещины, начинает просадка. потому что то, что там не способно быть фундаментом, вот то, что можно сравнить сегодня с людьми, просто поверьте, потому как я исследую эту тему, и у меня прошли сотни людей с разрушенными разными судьбами, ужасающими историями, я обнаружил следующую вещь. Разруха не приходит в один год или в один месяц. Она никогда не является следствием взрослых, практически никогда не является следствием взрослых событий. Как правило, корни разрухи лежат в том, как мы формировались, будучи детьми или подростками, и какие грехи в тот момент внедрялись в нас, чтобы стать глубинным нашим корнем и неотъемлемой частью. И как правило, потом во взрослой жизни, когда мы приходим ко Христу, именно этот корень продолжает в нас развивать то, что мы потом называем вот этим запинающим грехом. Нам легко убрать и отказаться от многих-многих вещей, которые не были нам знакомы или близки. Но те глубинные вещи, которые нас атаковали, скажем так, или были посеяны, они угнетают нас. Я приведу пример из Евангелия Теанна 1.9. Третьего послания, извиняюсь, Иоанна. 1.9. Это история, которую я периодически упоминаю. Иоанн пишет церкви. «Я писал церкви, но любящий первой, стоять у них дед рев, не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви». У меня к вам простой вопрос. Пишет ли Павел грешникам? Пишет ли Павел беззаконникам? Пишет ли Павел каким-то фарисеям? Ой, Павел, извиняюсь, Иоанн. Иоанн пишет церкви в третьем своем послании. И он говорит, он как бы доносит им такую мысль. «Я обращался к церкви, но в среди церкви есть человек, диатреф, который любит первенствовать. Я понимаю, что здесь мы не можем иметь достаточно материала, чтобы провести анализ проблемы диатрефа, но фактически то, что я вижу. Этот человек находился в церкви. Значит, каким-то образом он обратился ко Христу, каким-то образом он принял крещение, каким-то образом он пришел к лидерским позициям. Но то время в церкви, как в принципе и сейчас, лидерские позиции не были чем-то просто. «Кто желает быть лидером? Ловите шапку лидера». О, словил шапку лидера, выходи, теперь это новый пастор. Люди проходили определенный путь. И думаю, что диатреф прошел этот путь. И он прошел определенные ступени церковной иерархии, в которой он вырос. Но что было у этого диатрефа? У него было поведение, которое не могло вписаться действительно в структуру церковного служения. Иоанн пишет, «Когда я приду к нему, когда я приду к вам, я напомню ему о том, что он делает злые дела». Друзья, и исправила ли это диатрефа? Вы скажете, «О, конечно, скорее всего он покаялся, изменился». Нет. Если Иоанн пишет это в письме, это застарелая проблема. И он отмечает, что «Когда я приду, я буду напоминать ему о всем, что он сделал, значит, это шло достаточно давно. И никто не мог это изменить. А знаете, почему, на мой взгляд? Мое предположение. Потому что корень проблемы диатрефа лежал не в том видимом, что он делал. Изгонял братьев, не принимал желающих. Он лежал в том, что Иоанн обозначил как главную идею. Он говорит, любящий у них первенствовать. Скорее, корень этого человека лежал в том, что глубоко внутри он имел свою травмированную, язвимую гордыню. Вот этот корень гордости, который проник в его сердце. И дальше этот корень, оставаясь невидимым, вырастая, должен был приобрести христианские виды. Он должен был правильно говорить, вставать, елейно улыбаться, обниматься, поздравлять всех и все. Но периодически, как Иоанн пишет, злые дела происходили. Он изгонял желающих присоединиться, не принимал братьев, он против кого-то выступал, он что-то делал такое, что церковь получала какой-то ущерб, урон, разрушение. Почему? Потому что действовал в нем Дух Святой так? Нет. Желание первенствовать, как глубокий, горький корень, продолжало его сопровождать даже тогда, когда он был частью церковного служения. Потому, друзья, я хочу, чтобы мы очень серьезно отнеслись к тому, и люди, которые сегодня говорят, «Ну, я не могу избавиться от своего запинающего греха, это меня мучает». «Ну, окей, ну так вот Бог дал». Бог не давал этого так. Причина, по которой мы не можем избавиться от греховного глубокого корня, скорее всего, лежит в том, что это воспринимается нами как глубокая часть нашей персональности. Иногда люди в таких случаях говорят, «Это не гордыня моя, это мой характер, это не двоедушие лицемерие, это такая моя, мой внутренний мир такой, моя ментальность такая». Они готовы это списывать, потому что списать это проще, чем разобраться с этим. Разобраться с этим – это значит глубоко перестроить себя, так как разобрать полдома, чтобы переделать бракованный фундамент. Мы двигаемся дальше. И вот такие короткие выводы, да, как я говорил уже, что корень не так просто обнаружить и распознать. порой поведение человека даже в среде церковной христианской общины, оно не будет напрямую выдавать, какой грех лежит в нем. Иногда я слышу ужасающие истории, и я поделюсь одной из них без имен, фамилий, но я слышал таких уже историй достаточно много, к сожалению. И вот сестра или брат говорит, что вот мой отец диакон там, или поет в хоре, или служитель церкви, как правило, люди из строгих, консервативных церквей. И говорит он на сцене и в собрании улыбается, он всегда в костюмчике с Библией под мышкой или в руках цитирует Слово Божье. Но дома он бьет нашу маму. Он может ударить свою жену. Он унижает нас. Он может ударить за то, что там девочка одела, по его мнению, не той длины юбку. Я задаю себе вопрос. Я не хочу осуждать веру этого человека, но я задаю себе вопрос. Что происходит в сердце такого человека? Работа Духа Святого в любви? Нет. Дух Святой никогда не будет совместим с насилием, с унижением, обесцениванием, контролем, манипулированием, даже если это церковно, даже если это звучит под маркой Слова Божьего. Нам иногда кажется, что все, что мы в Библию оборачиваем, становится божественным. Давайте просто вспомним два простых библейских евангельских примера, не даже не ветхозаветник. Искушение Иисуса Христа, оно не было, что дьявол пришел и покрывал его матами, заставляя что-то сделать. Он говорил ему, написано. Но Иисус не принял этого. Служанка, одержимая прорицательным духом, говорила, это рабы Всевышнего Бога возвещают путь спасения, но апостол Павел не принял этого, потому что это исходило не из того источника. И знаете, что страшно? Почему я говорю, что корень греховный трудно обнаружить? Что когда этот условный брат-служитель, который дома бьет свою жену, стоит на сцене, я не на нашу сцену показываю, но вообще образно, и говорит правильные божественные вещи, вы никогда не узнаете его корень. Он будет скрыт, но источник, от которого он будет говорить эти вещи, скорее всего, не будет источником Духа Святого. И когда мы говорим про созидание церкви дальше и назидание, оно невозможно. И вы скажете, ну как нет, ну бывает же всякое, ну люди, ну это вот. А задумайтесь, почему? В Евангелии мы находим очень конкретно в посланиях апостола Павла, Титута, Тимофея, рекомендации в отношении рукоположения избирания служителей, избрания служителей. Он должен быть непорочен, богобоязненен, муж одной жены, хорошо управляющий своим домом. О чем? Почему? Какая разница, как он там живет в доме? Какая разница, как он там поступает? Бьет он там свою жену, не бьет? Это их проблемы, это их семья, я не хочу туда лезть. Мне главное, что он правильно проповедует Слово Божье, благодать Божья, говорит о том, да, он говорит о благодати Божьей, проповедует Евангелие, знает доктрины, знает истины. Это большая разница, от какого источника это исходит. Еще вам пример. Ученики идут с Иисусом, их не приняли, бедник в таком-то городе, у них поднимается праведный гнев и гордыня. Они предлагают Иисусу классный библейский вариант, священный огонь, правда? Давай сделаем все, как пророк Илья, все будет красиво и войдем в историю. Спалим этот город и забыли. Иисус говорит, вы не знаете, какого духа вы. У вас поднимается ненависть и гордыня. Я пришел не губить души, но спасать. Мы двигаемся дальше. Друзья, корень порой очень сложно обнаружить. Еще сложнее этот корень удалить из своей жизни. Вот почему причина, по которой мы выстроили теорию запинающим грехе, и люди сдаются, и они ничего с этим не делают, потому что на самом деле этот корень тяжело удалить из своей жизни. Это означает перестроить многое внутри себя. Это означает, что все, что строилось во мне на моей гордыне, на насилии, на обесценивании, на контроле, на каких-то еще других вещах, все, что строилось и формировалось как мои привычки и мой характер, мне нужно переделать, а это тяжело. Мне легко жить тем, кем я есть сейчас, даже если я порочен. Но самое страшное, друзья, что это никогда не позволит дальше расти и быть созиданием, ибо Дух Святой не будет строить на неправильном фундаменте. Если мы хотим строить свою духовную жизнь, Евангелие предлагает нам возьми камень, который отвергли строители, и его сделай главой угла, его сделай основой фундамента. Поэтому здесь важный момент, что эту часть работы Духа Святого в нашей жизни вы никогда не обойдете. Вот причина, на мой взгляд, я не осуждаю сейчас никого, что определенный момент некоторые христиане, они останавливаются в своем духовном росте даже на уровне младенца и не растут дальше. Потому что никакого роста дальше, дары, действия, движения, обетования, пророчества, сила Божья не будет, пока не будет удален. Глубокий греховный корень как запинающий грех. И это, опять же, повторюсь, мысль не осуждения, а констатация факта. И такой третий вывод о запинающем грехе или об этом греховном корне, что он всегда приводит к созиданию плодов, которые мы так вот уже обнаруживаем в наших привычках и характере. Вот Диатреф, который я привел, который любил первенствовать, выгонял, был жестким, лидером, доминирующим таким, боссом. Это все не потому, что Дух Святой его так вел, потому что в характере проявлялся плоды от этого горького корня. Тот же пастор, который вот, пастор, диакон, который дома может бить свою жену, унижать своих детей, что будет делать, как этот греховный корень и плод будет обнаруживаться в церкви? Я вам расскажу. Когда вы попадете к такому служителю на церковный совет, за какую-то маленькую мелочь, которую, например, там вы одели что-то не то, как было в эти старые времена, я помню, это даже в 2000-х годах еще было в церквях, может, где-то сейчас в глубинке сохраняется, вы попадете за какую-то прическу не ту, съездили вы не туда, и там происходит следующее. Вас заставят там перед всеми извиняться, просить прощения у всех. И знаете, я раньше думал, наверное, так принято, так библейски, евангельски заведено в церкви. Так не заведено в Евангелии, так нету в Библии. Это исходит из другого. И я хочу, чтобы вы сейчас меня правильно поняли. Когда этот мужчина исполнен духа насилия или грех вот этот, может быть, в детстве он мучил животных. Я понимаю, что для кого-то прозвучит вообще сейчас как бред и фантазия, но это реальности, в которых мы живем. Этот ребенок в детстве, возможно, через вот это, не знаю, демоническое влияние греховное, он мучил животных, там, отрывал насекомым лапки, издевался над ними, там, там, что-то делал следующее, и он позволил этому духу насилия стать своей частью. Потом он рос, там, были другие эпизоды, моменты, в армии я таких парней много встречал, верующих, которые не гнушались избивать других, там, унижать, требовать у них что-то, вымогать там у них, там, не знаю, верующие ребята. Я до сих пор вспоминаю вот некоторых и думаю, как их судьба сложилась дальше. И вот потом такой человек, он вроде обращается к Богу, и все у него хорошо, он растет, он становится служителем, этакий диатреф. И вот однажды дома он понимает, что жена что-то не угодила, и он не находит другого выхода, как просто, там, влепил ее плеуху по щечу, ударил дальше, больше, 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 и он понимает, что в какой-то мере он уже кайфует от этого насилия. Но это же не библейский, не евангельский, я же не могу бить в церкви приходящих людей, правда? Но я хочу кайфовать от чего? От того, что передо мной они слабы, унижены. И это дух внутри. Я здесь уже не побоюсь сказать, что это демонизация в чистом виде. Даже порой в жизни служителей, я знаю, что меня за это, наверное, осудят, но я хочу видеть, как этот человек передо мной унижен на совете церковном. Ну, я не про себя сейчас говорю, я вообще образно. И я делаю все, подбирая какие-то тексты, что ты должен просить прощения, извиниться, ты нас как-то обидел, и на самом деле я хочу видеть, что он унижен. Иногда в определенных деноминациях есть целая ритуалистика унижения ценности человека. Ты должен стоять на коленях, целовать руки, предметы, конечности, там трупы и прочее, прочее. Я затрагиваю неприятную тему, но, друзья, это не Дух Христов. Дух Христов никогда не исходит или не приходит, чтобы унизить персону человека. И вы скажете, как это так? Да ты знаешь, на что ты покушаешься. Я знаю историю женщины, взятой в прелюбодеянии. И это Дух Христов. Это Дух Христов, братья и сестры. Это Сам Христос, Который сказал, Я явил вам Отца. Если вы хотите знать, какое сердце Отца, взгляните на то, как Я поступаю среди своего народа. И женщина, взятая в прелюбодеяние, не была унижена Христом. Он не поддержал ее грех, как и наш с вами, он не поддержит. Он не поддержал то, что она сделала. Она сказала, не греши больше, иди, живи, освящай свою жизнь. Но он поддержал ее достоинство, ценность. Он не унизил ее ничем. Унизить ее хотели те, которые были родителями Божьего закона. Они аж рвались и скрежетали зубами. Почему? Потому что они хотели посмотреть на мучения и страдания этой дряни, как они считали. На что им когда-то Иисус фарисеям сказал, Вы исполняете похоти Отца вашего, дьявол. Он человекоубийца. Он издевается над человеческой природой. Он делает это во всем мире. Друзья мои, это очень серьезная тема. Поэтому, когда мы говорим про горький корень и источники, я понимаю, что у нас в церквях нет этой сегодня культуры, где мы не допускали бы дослужения человека, зная, что дома у него носили. Нам главное, я образно говорю, чтобы все было в порядке в целом, но это не скрыть от Господа. Я думаю, что может кто-то за меня на это обидеться там или еще что-то, но поймите и запомните главную вещь. Можете обидеться на меня, забанить меня за это, но вы никогда не скроете это от всемогущего. И это никогда не будет Дух Христов. Какие бы правильные библейские контексты и тексты вы не подобрали при этом и переводы не использовали. Дух Христов не просто в конкретных фразах и словах. Это личность и он дышит где захочет. Мы двигаемся дальше, а то я уже так отклонился от темы, да. Есть еще второе понятие глубинный компромисс с грехом. И компромисс с грехом это то, с чем я согласен в этом грехе. Да, я понимаю в целом, если вот такой диакон условно или пастор, который я привел в пример, он понимает, что где-то он не прав, что он бьет свою жену, унижает своих детей. Он где-то не прав, что он здесь там властвует, доминирует или что-то. Он понимает это, но я не могу об этого избавиться, и это мой характер. Брат, это не твой характер. Это грех, который тебя разрушает, но избавиться ты не можешь по другой причине, потому что на самом деле у тебя есть компромисс с этим грехом. Нет, я ненавижу грех, никакого компромисса. Я слышу это часто. И это причина, по которой люди не могут освободиться от своих бесов, потому что есть глубокий компромисс с грехом. Вы спросите, что это значит? Я хочу показать вам одно место Священного Писания. Евангелие от Иоанна 12, 3. Мария, взяв фунт нардового масла чистого, драгоценного мира, точнее, помазал ноги Иисуса и отерло воролцами своими ноги его. Дом наполнится благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это миро за 300 динариев и не раздать нищим?» И дальше внимание. Иоанн раскрывает здесь, ну, послание Иоанна раскрывает здесь подлинную суть его фразы. Почему он это сказал? Сказал же это не потому, что заботился о нищих, но был вор и имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Это пример греховного компромисса со своей глубокой, пораженной греховным корнем природой, который очень трудно и практически невозможно распознать по внешним плодам. Эта история очень красивая и чисто нам это показывает. Написано, что она, Мария, взяла это масло, это мира драгоценное и помазала ноги Иисуса, и она сделала это от глубины своего чистого сердца. А второй человек, Иуда Искариот Симонов, сказал очень правильную фразу, ну, в контексте здравого смысла, логики. «Для чего мы потратили столько мира? Лучше было бы взять его, продать и раздать нищим?» Я хочу, чтобы вы прочувствовали сейчас. Это распространенная фраза правильных религиозных людей. Для чего мы делаем это? Ведь Евангелие говорит вот так. А зачем вот тут так? Евангелие делает так. Ой, что вы там, Дух Святой, Дух Святой, вот так, вот так, вот и так надо. Мы это знаем, мы опытные, мы имеем опыт. и хорошо, если это исходит от чистого мотива и побуждения. Но Иуда Искариот написано, говорил не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. И знаете, что для меня сейчас страшно? Когда в мою жизнь приходит человек и говорит, Слово Божье говорит вот так, делай вот так. Я окей, да, точно, брат, спасибо. На самом деле, он говорил это не потому, что заботился обо мне или моем служении, или любил меня, а завидовал мне, допустим. Вы скажете, нет, такого не бывает, это не правильно, в церкви так не бывает. Я поделюсь откровенно переживаниями своими. Были периоды разные в моей жизни, когда Бог что-то начинал делать в моей жизни. И это было удивительно, сверхъестественно. И в этот момент находились люди, которые якобы были моими друзьями. Я так думал на тот момент. И они говорили, нет, это неправильно. Это не Дух Святой. Точно, нет, точно не Дух Святой. Слово Божье говорит по-другому. Я верил. Ой, да, точно, я не буду так поступать, я не буду так делать. Это не Дух Святой, точно. И знаете, к чему я приходил потом? То, что Бог начинал делать, угасало в моей жизни. Я оставался у разбитого корыта. Я сидел и грыз Библию. Ну как? Ну вот же, мне же сказали что-то Слово Божье. Я поверил. Ну как же? А ощущение потери. Ты все потерял. Ты опустошен. Я стал молиться, говорю, Господи, а что происходит? Ты послушал людей, которые имели в твою жизнь свои амбиции. И это разрушило тебя. Ты перестал слышать голос Духа Святого, а пошел за людьми. Я сейчас не выступаю против единства, учения, наставления друг друга. Но я хочу подчеркнуть мысль, что внутри Евангельской Церкви Библия говорит, вводимый Духом Божьим, Суд Сыны Божьей. Нам важно научиться слышать голос Святого Духа в своей жизни. Потому что если мы послушаем голос человека, который огорчен душой, имеет горький корень греховный, имеет попытку взять контроль над тобой, связать тебя, угасить твое движение, погасить в тебе искру Духа Святого, и ты будешь слушать этих людей, твоя духовное движение остановится. Да, ты будешь хорошим человеком, хорошим христианином, но при этом эти люди могут поступить с тобой подобно, как здесь поступил Иуда Искариот. Зачем такая трата мира? Давай вот здесь сделаем. А внутри он вор. Он вор, он крадет у тебя благословение. И если бы он пришел к Марии до того, как она помазала и сказала, ты хочешь разбить это миро? Да слушай, давай сейчас продадим хорошая цена на рынке и накормим там сто нищих и расскажем учителю, он так будет рад. И Мария, ой, здорово, точно, а я такая глупенькая, хотела вот ноги помазать. Да глупость какая, да, смешно же. Это не глупость была в очах Иисуса. В глазах Господа он сказал, что вы смущаете ее? Что вы смущаете ее? Вы думаете о каких-то таких вещах продать, раздать? Она меня к погребению приготовила. Она сделала то, что Дух Святой положил ей на сердце. Как бы это глупо не было в глазах людей, но она сделала то, о чем будет вспоминать еще долго, долго и долго. Друзья мои, компромисс с грехом как правило обнаруживается в том, что мы делаем по обыкновению. Есть хорошие привычки. Библия говорит, что Иисус был пришел в Назарет, где был воспитан и вошел по обыкновению в день субботний в синагогу. Это была хорошая привычка. Но есть другие вещи, которые проявляются, потому что у нас есть горький корень, у нас есть компромисс с грехом. Например, в Третьей книге Царств, когда Илья встречался с проками Вуаловы, написано, они бесновались там, прыгали и по обыкновению кололи себя копьями и кровь текла. Вы скажете, зачем ты привел сейчас этот пример, он вообще не к месту. Я привел этот пример, чтобы показать, что ненормальное поведение в других людях, которое нам кажется ненормальным. Для них может стать нормой их реальности. Я хочу, чтобы это закрепилось сейчас внутри. То, что для нас кажется ненормальным, нонсенсом, да, то есть люди колят себя копьями, ножами, кровь течет, и они так вызывают Богу. Мы говорим, бред, абсолютный бред. Для них было повседневно, написано, по обыкновению своему, повседневная реальность. Если перевести это в нашу плоскость, и я кому-то скажу из вас, есть служители, которые бьют дома своих жен. И вы скажете, нонсенс, исторгни из среды себя такого, не должно ему быть среди нас. Потому что для нас это ненормально. Но тот, кто живет в этом, месяц за месяцем, год за годом, вокруг них формируется эта реальность, которая для них становится абсолютной нормой. И я не знаю, я не могу дать гарантии, что в этом зале не сидит сейчас женщина, которая на протяжении этой недели пережила побои от своего мужа. И они настолько к этому оба привыкли, что даже их уже это не является катастрофой. Просто я, дура, неправильно поступила, а он мне вот бьет и любит. Это нонсенс. Но это становится страшной реальностью для некоторых людей. Точно так же с изменами, прелюбодеянием, блудом. Есть люди, которые годами живут в блуде, в тайных переписках, в тайных сообщениях, в скрытых чатах своих телефонов, заблокированных под паролем, чтобы не знала жена или муж. Для нас, когда я прозвучу, когда я озвучу, вы скажете, это нонсенс. Но для людей, которые погружаются в это, это становится их обыденной реальностью жизни. В этом мы можем увидеть, что горький корень и глубинный компромисс с грехом постепенно приводит жизнь человека в такую позицию, которая, не являясь нормой, тем не менее, становится его новой реальностью. Мы двигаемся дальше. Друзья, я надеюсь, что-то закрепилось. Я обнаружил очень простой тест. Тест на греховный корень. Если вы готовы и хотите понять, есть ли у вас греховный корень и компромисс с грехом, я сейчас предложу вам очень простой тест. Он основан на Писании, на одном месте Священного Писания. Я, наверное, его не буду читать за недостатком времени. Это история, я очень люблю эту историю, и я ее очень часто читаю. Это история Симона Волхва, который волхвовал, удивлял волхвованиями. Помните эту историю, да? Он удивлял народ, выдавая себя за великого какого-то деятеля. Но пришел Филипп и благовествовал Евангелие. И он не просто говорил философию, теологию, он говорил живое Божье Слово и истину Божью, и Дух Святой действовал, исцеляя людей, спасая людей. И многие обратились и уверовали. И написано, уверовал сам Симон. И крестился. И у меня нет сомнений в искренности крещения и уверования Симона. Он крестился, уверовал, не отходил от Филиппа. Но дальше произошло следующее. Пришли апостолы и начали учить о Духе Святом. Начали говорить о Духе Святом. Начали возлагать руки. Люди стали принимать крещение Святым Духом, переживать Святой Дух. И что-то произошло с этим Симоном. Симон пришел к апостолам и сказал, знаете, я принес вам денег. Я хочу то, что имеете вы как дар. Я хочу возлагать руки на людей, чтобы они получали Святого Духа. В нем продолжала глубоко внутри жить старая природа волхвователя. Была ли она основана на том, что этот греховный корень заразил его эго? Он хотел быть великим или быть в центре внимания? Не так важно, но эта греховная природа продолжала жить в нем, несмотря на то, что он обратился, крестился и следовал за Филиппом. Опять же, как диатреф, он был частью церкви уже по сути. И это была апостольская церковь, друзья, церковь, которая действовала Дух Святой. В большей мере, наверное, чем у нас сейчас. И этот Симон пришел. И ответ Петра был очень сильным, на самом деле. Я его, пожалуй, зачитаю. Петр сказал, серебро будет твое в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Это в Деяниях апостолов, я читаю с 8 главы, там с 5 стиха вся эта история. И вот он говорит, дар Божий за деньги, нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. А дальше он говорит, итак, покайся в этом грехе твоем. Петр говорит конкретно, Симон, это не просто отголоски ветхой жизни, это не просто то, что ты такой был воспитан, это не просто твой характер, есть грех, который глубоко внутри продолжает жить, несмотря на то, что ты покаялся и принял крещение. И он говорит, молись, может Бог отпустит тебе помысел сердца твоего? Интересный момент. Петр говорит, помысел сердца. Петр, подожди, ты сказал грех, а сейчас ты как бы говоришь, что это всего лишь помысел сердца. То есть что-то внутри, как мысль пришла. И люди часто говорят мне, меня атакуют мысли, меня атакует сатана мыслями, я атакован мыслями. Я не хочу расстраивать людей, не спешу их расстраивать, я расстраиваю их очень мягко, но я говорю, знаете, если вас атакуют мысли, у них есть причина внутри вас. Никогда мысли не атакуют человека беспричинно. Если вам кто-то сказал, о, брат, сестра, не переживай, это просто сатана бомбит тебя мыслями, запомните, запомните, он не имеет права бомбить мыслями того, кого он хочет. Просто так. Он ищет легальный, горький, или там, греховный корень, или открытую дверь внутри вас, и только тогда получает доступ и право. Ключик у него где-то есть. И когда мне люди говорят, а, у меня все хорошо, я хороший христианин, меня просто сатана иногда атакует. У вас есть что-то. И вот здесь он говорит, помысел сердца. Но, он продолжает, друзья, он говорит, ибо я вижу тебя, исполненного горькой желчи в узах неправды. Это не просто, Симон, извини, но это не просто у тебя помысел поднялся, когда ты увидел, как Дух Святой передается через разрушение рук. Твоя горькая желчь и узы неправды были и остаются внутри тебя. И то, что ты обратился и покаялся, Иисус принял тебя, Он хочет сейчас работать над тобой. И Петр не сказал, все, Симон, сорян, но мы тебя исключаем и больше не приходи на наши собрания, ты помыслил, дар Божий получить за деньги, вообще молись, чтобы сейчас не умереть, как Анания и Сафира. Он говорит, молись. Он не говорит, что Бог выкинул тебя, он говорит, молись, чтобы Бог простил, да, чтобы Бог помог тебе, и Симон говорит, помолитесь и вы за меня, Господу, чтобы ничего не постигло и сказано вами. То есть, этот корень, он раскрыт был благодаря служению Святого Духа в Петре. И Симон увидел, что я исполнил горькой желчи, я в узах неправды, мои помыслы, сердце, которые меня заставляют действовать как характер или поведение, просить то, делать да, давать деньги сюда, на самом деле не исходят от моего чистого сердца, а от того, что я исполнил желчи греховной. Поэтому, друзья, простой тест, который я обещал, да, что представьте себе, ну не представьте себе, вы можете проанализировать себя, пока я рассказываю, как это сейчас прямо с собой провести. Увидьте свой греховный корень, да, вот то, что вы считаете, есть ваш грех, есть у нас есть, который вы не преодолите никак, не преодолеваете, может быть, у кого-то это борьба с порнографией, у кого-то это там, не знаю, глубинная гордыня, или зависть, или желание сплетничать, или какие-то навязчивые внутренние там переживания, что вы там, не знаю, неугодны Господу. У каждого он может быть свой, но представьте сейчас, да, представьте, что человек такой есть, например, он борется с порнографией, или с самодольтворением, он ненавидит это всем своим сердцем, как он думает. И он приходит к служителю и говорит, я хочу молиться, помогите мне, и так далее, вот вы приходите, помогите мне. И я сейчас скажу сейчас одну фразу вам. И примените ее к своему этому греху. Что вы сделаете, если бы прямо сейчас Бог сказал бы вам, я разрешаю тебе жить с этим грехом, и все будет хорошо. Понимаете, о чем я говорю? Если бы Бог прямо сейчас сказал вот такому человеку, который борется с порнографией, сказал, отныне расслабься, смотри, что хочешь, делай в этом направлении, что хочешь, главное все остальное, исполняй это, окей, я разрешаю тебе. Это простой тест. И вы проверите результат, знаете как? Какой будет ваш внутренний ответ? Я хочу, чтобы вы не отвечали даже прямо сейчас себе, но когда вы будете дома одни, и будете размышлять, почему вы не можете победить, задайте себе этот вопрос. А что бы я сделал, если бы Бог разрешил мне, и оставил этот грех, жить с ним, разрешил, и сказал, не переживай, все нормально, я тебе его не буду вменять. И здесь есть два варианта. Если ваш ответ будет таким, ну я бы тогда расслабился, я бы снова закачал удаленные файлы, картинки, я бы снова создал тайные папки, добавил назад контакты удаленных знакомых, и там прочее, прочее. значит, ваш ответ следующий. Результат теста. На самом деле у вас есть компромисс, вы есть что-то, любите в этом грехе. Что вам не дает быть с ним окончательно, это то, что это не нравится Богу. Если же ваш ответ будет следующим, даже если Бог мне это разрешит, я не хочу этого больше. Мне не важно, разрешает это Бог или не разрешает, я хочу эту мерзость убрать из своей жизни. Если ваш ответ такой, честный, искренне глубокий такой, значит, у вас нет больше компромисса с грехом. И больше нет никаких пригод для освобождения в силе Святого Духа. Друзья мои, вы скажете, оу, подожди, ну а как, вот на самом деле, а вдруг же ж я же как-то вот, если Бог разрешает, это один из духовных законов несовместимости. Есть вещи между собой несовместимые. Я много раз приводил любимый мной тот же пример, который сейчас будет всем неприятен, но если сейчас я принес бы тарелку из порожнений коровьих, ну мы называем их в народе там навозом, да, который используем на огороде, я специально беру коровьих, а не так, как в Ветхом Завете Бог предложил пророку испечь лепешки на человеческом, правда, там хорошо слово калия, да, то есть, и вот я себя поставил и сказал, братья и сестры, знаете, а пусть это сейчас постоит здесь. Вы бы сказали, пастор, наверное, сходит с ума. Это несовместимо, нельзя это ставить на кафедру, это мерзость. Этому место максимум на огороде, а еще лучше закопать. Несовместимые вещи говорят о разной природе. Когда Бог говорит, мне грехи ваши, мерзость, Он не просто загнался, Он говорит, есть вещи несовместимые. В Библии говорит, например, когда говорит про блуд, если вы прочитаете книгу притчей про блуд, про блудную жену, из-за которой обнищевают до куска хлеба, когда люди переступают такие отношения, мудрость в книге притч говорит, это безумие, это разрушение ума, это на самом деле глупость, человек убивает себя, разрушает себя, и там приводится такой пример, почему это так? Потому что невозможно, мы когда-то говорили в одном из собраний, взять огонь, горящий, положить за пазуху и сохранить и то, и другое. Поэтому, когда ваш ответ на этот тест, если Бог разрешит мне мой грех, то я просто расслаблюсь и продолжу делать то, что я делаю, значит, и на сегодняшний день вы прилеплены к этому греху через глубокий внутренний компромисс. если же ваш ответ будет такой, независимо, разрешит Бог или не разрешит, этот грех, эта мерзость, которая меня разрушает, я ненавижу ее, я хочу от этого избавиться всем своим сердцем, значит, у вас правильное отношение к этому греховному корню. И тогда последнее, о чем мы говорим и как мы можем избавиться от этого, по сути, мы будем сейчас молиться, наше время уже подошло к концу, вот мы кульминационно подошли к таким шагам, вот когда я прошел этот тест, провел этот тест, я увидел, что у меня есть, допустим, компромисс. Нету другого варианта там, я не хочу вам сказать, молись, прорывайся, пастись, это не работает, это не сработает так. Когда вы обнаружили компромисс, если вы сказали, Бог разрешил бы мне с этим грехом, я пошел бы блудить, там, заниматься чем-то еще, быть там, не знаю, гордым и прочее, то единственное первое, точнее, не единственное первое, что вы должны сделать, отделить себя от греха, оторвать себя, разорвать с ним контракт и связь. Пока вы в компромиссе, никакие молитвы не сработают, никакие дела не сработают, вы можете сказать, ну как же, почему, это ж, Бог этого хочет. Евреям 4,12 говорит, одна из важных функций Слова Божьего, которую мы проповедуем, которая приходит от Духа Святого, которая действует благодаря Духу Святому, одна из функций, которая в Евреям названа меч обоюдоострый, и написано, Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное, и нет твари сокровенно от него, и все ему, и все обнажено открыто перед очами его, ему дадим отчет. Друзья, один из вот этих инструментов, которые Бог оставил Церкви, Слово Божье, которое мы проповедуем, которое живо и действенно, благодаря силе Святого Духа, оно острее меча. Для чего? Оно проникает для того, чтобы вы могли отделить себя от любого компромисса с грехом. Хотите начать отделять себя от компромисса с грехом? наполняйте себя Божьим Словом. Хотите отделить себя от гордыни, от компромисса с гордыней? Ибо если бы Бог разрешил вам быть в гордыне, о, взлетели бы, правда? Но наполняйте себя Божьим Словом, которое говорит о Христе, смирившем себя, которое говорит о смирении, о кротости, о любви, о принятии. И вы думаете, но я читаю, читаю, читаю. Когда вы говорите молитве свой Дух Святой, я хочу, чтобы твой обоюдоострый меч отделил меня от компромисса с грехом. Происходит то, что здесь написано в евреям. Слово Божье живо и действенно. Не думайте, что когда вы изучаете Писание, когда вы изучаете Библию, когда вы читаете Слово Божье, вы читаете просто мертвую букву. Когда Дух Святой в вашей молитве наполняет вас, вы читаете это Слово, оно живо и действенно, и оно начинает отделять вас от компромисса с грехом. Дайте Богу месяц. Челлендж. Дайте Богу месяц. Начните молиться о компромиссе с грехом вашим застарелым, запинающим хотя бы месяц изо дня в день и искать, что Слово Божье говорит о вашем грехе. И вы увидите, что у вас начинает появляться отторжение к этому греху. Ненависть. И это то, что мы в Душе попечения называем отделиться, отделить себя. Второй шаг. Вот это отделить, да, осознанное отделение, оно начинает производить во мне это еще к первому, что я больше не считаю это частью своего характера, своего нормального естества. Второй шаг. Возненавидеть грех. Люди говорят, ну, зачем так радикально? Знаете, если уже и говорить про врагов, которых надо любить, то речь идет о людях. Но этот враг, я хочу призвать, возненавидьте его. Возненавидьте его так, как если бы вам сказали, хочешь пирожки из навоза или с навозом. Придете вы к такой хозяйке в гости, вас приглашают в гости и говорят, у нас сегодня фирменное блюдо нашей семьи, пирожки с навозом. А не сверху слоеное тесто и шоколад, и это какая-нибудь сбитая сливки, а внутри отборный, чистый, утренний коровий навоз. Как минимум, вы скажете, знаешь, дорогая, давай с этой семьей не будем дружить, хотя они из нашей церкви, но пусть с ними дружит кто-то другой. Никогда вы не согласитесь из уважения, из любви, из принятия съесть это. Это несовместимо. Друзья, я призываю вас ненавидеть грех как несовместимое, как то, что нечистое, неугодное Богу. Я прочитаю, и вы скажете, ну, это ваши такие радикальные какие-то современные тренды. Знаете, я прочитаю два места, наше время закончилось, просто еще две минуты, потерпите меня. Отношение апостолов к этому посланию Коринфянам 5,9 говорит, я писал вам не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира. И он дальше перечисляет, кстати, вот эти грехи, которые, ааа, я не могу остановиться. Заметьте, он не говорит сейчас вообще с блудниками мира. Да, вы встречаете блудников, лихоимцев, вы встречаете прочих грешников, но вы встречаете таких и в церкви. Увидите это сейчас. Я писал вам не сообщаться с блудниками, но не с блудниками, которые в мире грешники не знают Христа, а которые продолжают оставаться такими, будучи в церкви. И если блудника еще можно как-то вычислить, вы его где-то застали, то как с вопрос с лихоимцами или хищниками, и идолослужителями, людьми, которые имеют какие-то скрытые тайные грехи, и вы не вычислите их в реальной церковной жизни? И вот апостол Павел здесь говорит, ну, потому что нам надо было вытеслить, он говорит, я писал не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, и дослужителем, или зловещивым, или пьяницей, или хищником. И теперь внимание, отношение апостола Павла ко греху, к этим всем вещам перечисленным. Почему я призываю вас возненавидеть греховное, как что-то отвратительное, мерзкое для Бога? Он говорит, с такими даже не есть вместе. Павел, ну, это не толерантно. Ты хочешь, чтобы я даже не ел с таким человеком, не сходил с ним в кафе, не разделил с ним пищу. А как же любовь, а как же принятие? Павел говорит следующую вещь. Будучи братом, он позволяет себе оставаться блудником, пьяницей, лихоимцем, идолослужителем. Он позволяет себе злословить, лицемерить, увлекаться там грязью, нечестием и прочее, прочее. Что он принесет вам? То, чему позволил быть в себе. Все. Поэтому, говорит, не садитесь, есть вместе. Еще одно местописание, он говорит, Иуды, послание Иуды говорит, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайтесь, дорогая огня, обличаясь со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая скверена плоти. Ну, Иуда, ты сейчас загнался. Да какая разница? Какая разница в одежде-то? Суть не в одежде. Он говорит, гнушаясь даже одеждой, отношение к греху в церкви должно быть однозначным, в каких бы он не проявлялся ипостасях, скажем так. Я воспринимаю это, даже если Бог это разрешил бы, грех остается мерзостью, противоестественной, нормальной природе, сотворенной Богом. И, соответственно, после того, как мы возненавидим грех в себе, отделим себя от него, все, что у нас есть для того, чтобы его победить окончательно, это Иисус. Нет другого варианта, друзья, нету. Иуда говорит, тот же возлюбленный, назидайся на святейшее вере, молясь Духом Святым, сохраняйте в любви, ожилая милости от Иисуса Христа для вечной жизни. Ну, а послание к Ефесинам, это последнее место, 2.1 говорит, «Вас, мертвых, по преступлениям, грехам, в которых вы жили, по обычаю князя, по обычаю мира, по обычаю, заметьте, да, по обыкновению, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах и противления, между которыми мы все жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас, и мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». И дальше является фундамент веры, силы, благодати, которой мы живем. «Благодатью вы спасены, воскресил нас с Ним, посадил на небесах во Христе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, в благости к нам во Христе, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». У меня больше нет другого варианта, как только сейчас в молитве сказать «Иисус». Я отделяю себя от греха и от всякого компромисса с Ним. Я ненавижу то, что я делаю, то, что живет во мне, то, что разрушает меня. Но у меня нет других опций, вариантов. Я уповаю на благодать. И эта благодать через вашу веру начнет менять вас изнутри. Точно так же, как меч Слова Божьего начнет отделять вас от греха. Давайте поднимемся сейчас для молитвы.